Дамбо получил свое второе название в честь знаменитого персонажа Уолта Диснея, а объединяет их форма ушей. Всем привет! Рада, что вы заглянули на мой канал. Берите вкусняшки и мы начинаем! Ученые обнаружили новый вид глубоководных осьминогов рода Гримпотептис. Эти небольшие создания с округлыми плавниками, напоминающими большие слоновье уши. Получили неофициальное название осьминоги Дамбо. Осьминоги Дамбо обитают в прибрежных водах Австралии, Новой Зеландии, Филиппин, возле Азорских островов и северо-западного побережья США. Чаще всего они встречаются на глубинах от 100 до 5000 метров. Однако этого малыша засекли на глубине 7000 метров. Уши не являются крыльями или ушами, это всего лишь обыкновенные плавники. Осьминоги используют их для изменения направления движения. Чтобы сохранить энергию, они плавают по кругу. Хотя могут передвигаться при помощи реактивной струи. Кроме огромных ушей, Дамбо обладает колоколообразной головой с большими глазами, диаметр которых составляет 1 3 от ее ширины. Несмотря на размер глаз, он плохо видит и во время передвижения находит дорогу при помощи присосок, расположенных на щупальцах или ориентируется на поток воды, используя нитеподобные усики вокруг присосок. На щупальцах римпотефтиса имеются только присоски, тогда как другие осьминоги обладают шипами, при помощи которых они защищаются от хищников. Большая часть моллюсков имеет размер не более 30 сантиметров, хотя некоторые экземпляры могут достигать полутора метра в длину. Самый большой из выловленных осьминогов весил 5,9 килограмм и достигал длины 1,8 метра. Наблюдать Дамбо в естественных условиях по понятным причинам невозможно, поэтому о повадках животного известно не очень много. Большинство ученых сходятся на мысли, что осьминог варит на самом дном в поисках червей, ракообразных и моллюсков, которые составляют основной рацион питания гримпотефтиса. Обнаружив добычу, набрасывается на нее, покрывает зонтообразным оружием и заглатывает ее целиком. Сами же они являются объектом охоты для косаток, акул, тунцов и хищных головоногих. Дамбо обитают на глубинах, где царят мрак и холод. До сих пор неизвестно, как эти моллюски приспособились к низким температурам окружающей среды. Их способность преодолевать высокое давление объясняется наличием мягкого, желеобразного тела, которое легко меняет свою форму. Гримпотефтисы могут иметь различную окраску. Среди них встречаются особи красного, белого, коричневого и розового цвета. Они способны изменить окраску верхнего слоя кожи, эффектно маскируясь на дне океана. В отличие от других осьминогов, они не имеют чернильного мешочка, так как в кромешной тьме больших глубин такое средство защиты не имеет смысла. Осьминоги дамбо могут размножаться круглогодично. Женские особи носят себе яйца на разных стадиях созревания. Мужская особь обладает небольшой выпуклостью, в которой переносится мешочек спермы. Самец передает его самке, и она оплодотворяет яйца в зависимости от условий окружающей среды. В определенное время Гримпотефтис откладывает яйца под камни, раковины в глубоководных местах океана или переносит их в своей мантии, пока не найдет безопасное место. После этого мамаша удаляется. Появившиеся на свет малыши полностью готовы к самостоятельной жизни и не нуждаются в родительской опеке. Средняя продолжительность их жизни составляет от 3 до 5 лет. Спасибо вам, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал и жмякайте большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!